всем всем привет мы начинаем проходить обсматривать посмотреть что же это за мир в общем некоторые особенности которые я вот недавно обнаружил можно создать может только тестовая на одном аккаунте два персонажа у меня один персонаж который мой которую я играю он находится на каком-то одном сервере или материке я уже на другой не могу перейти видимо лишь перейти надо удалить персонажа или нового создать вот и такое у меня возникло затруднение хотела нового создать такой конь более брутально то есть брутальную девчонку такую знаете будет у нас милая куколка с большими невинными глазками она будет невинно убивать свои черные магии всех вот эти я уже хвостом к совсем стою потому что я первый раз зашла в игру а у меня микрофон не работал я поменяла дырочку для микрофона вот я сюда забегала смотрела ну знаете есть ничего интересного я кажется они сменили чувствительность мышки побежали другую сторону я думаю разберемся и нам будет удобно играть правда так что что с костром мы можем сделать как вернись вернись на все прощу он не мышка шевелится нужно нажать и потянуть так вот у нас костер f иди ко мне костру а вот надо чтобы возник воскцентный знак что это значит что я его с типа собираю себе тушу беру с собой могу зажечь потом интересно так что ты стоишь тут вставай соня собственную инициацию проспишь ух ты у нас инициация какая-то так я уже думал ты проспишь собственную инициацию инициация это как бы обучение чему-то новому или переход от детской детскости к взрослой форме жизни к взрослому типу существования вот но ты же знаешь закон никто не приступит порог чужой шатра без приглашения переводи себя в порядок и беги к и не родители должны дать тебе напутствие несколько часов и ты станешь воином как я тебе завидую ведь мне моя инициация только на будущий год эти по морде видно что твоя инициация на будущий год так опыт опыт принять краткая цель задания отображается в правой части экрана стрелки под ногами персонажа укажут вам направление к нужному месту чудесненько так что за степная лиса и мы тебя должны убить да но я думаю мы должны сюда подойти камень ветра нажатие что-то нам дало интересно ого они бегают на коленях ха 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 а это типа я после этой штуки теперь так бегаю да это типа ускорял к что ли посмотрим дальше так а что тут у нас настройки до отображать мини карту отображать значки это интересно как ну сильно читерских так отображать это премиум подписка этого не видели отвезу на заводный континент прикольно так степная лиса ты мне нужно вообще не знаю как драться у меня видите за спиной посох потому что мы типа темные маги вообще жалко убивать животных я больше люблю монстр убивать поэтому мне эта игра не особо не особо понравится можно видите мышкой открутил назад мышкой прикрутил вперед я кстати и от первого лица можно воевать интересно это мы посмотрим в бою потом так хорошо ай тут какой-то шатер а и не за этими вратами находится мираж остров который не нанесен на карты как интересно а он идем к этой девушке однозначно с ним можно поговорить да ветер я на тебя нажала благословение вектора ну да еще быстрее бежать стала или мне так кажется мое дитя дырнули я нашла в камышах корзинку с крошечным котенком который едва слышно плакал от холода и голода ну все я всегда любила тебя не меньше мишьялу родную дочь вот тебе мое материнское благословение и напутствие этим и приемные оказывается пройди испытание с честью вернись к нам воинам прайда ветра и больше никто никогда не посмеет назвать тебя безродным подкидышем ступай к отцу он очень гордится тобой и у меня хорошие родители оказывается хоть и приемные так что тут бем сидите без света теперь моты кто такой торговцы ру ру так что-то f торговать ага говорить планы строительных интересным покупка продажа у меня есть книга порталов позволяет переститься к любому атласу или перед на заполненную точку это остается открытым 30 секунд или 60 ставки что продаваться будет но пока что мне нечего и не на что купить нечего продать так по отец я подозреваю у нас в этом вот находится в палатке нет идем смотрите что я умею умею магию черт я хотел зажечь но но мне так даже за это дается опыт принято отец коснуться камня ветра что-то я сделала выпила что это дает неизвестно я могу это с этим взаимодействовать нет да ну ладно идем наружу я хотел назад так тебя коснуться до выполнено поговорить скан канхар он нам туда бежать стрелочки на же стрелочки есть как мы быстро бегом кролик луция интересно они сюда можно поговорить любопытство лучшая черта героя если предметы можно осмотреть и смотри его эффект рассеялся от благословения лет на их нажимая толку никакого ладно посмотри можно нажимать боже мой степной лев я думаю тебя победить так уже легко а вон туда побежим сейчас но мы нажмем на вот это получим эффект и полетим как ветер воскрешение ну и жрица ну и поговорим вознеси молитвы ну и поможете восполнить опыт потраченную минуту смерти интересно как-то сменить специзацию может в том случае если вы уже выбрали все три блин а там же еще целая калькуляция всяких вот скиллов и всего такого мне тут скинули ссылку на как калькуль калькулятор всяких скиллов но там получается надо заранее продумать я это сделаю посмотрю туда над головой персонажа зеленого цвета значит его задание предназначено только для меня вашей расы выполняя такие задания вы глубже погрузитесь в мир игры желтого цвета это обычное здание хорошо хоть для всех это и желтого или зеленого вообще великий мара варан ждет тебя а он ждать не любит поспешим да будут духи ветра к тебе благослонны кто меня ждет чего он ждет канхар так поговорить канхаром мара варан пакет мара варан хорошо хайт что можно поговорить до до раза степной лев ты кусаешься да что там чтобы открыть журнал заданий что это было клавишу эль эль почему не дже так канхаром вузе питомника ладно на всем тут это вы вроде не агрессивные да боже мне уже два квеста что делается этом лесу много странного происходит так нем канхару а это питомник львов ой мы потом же на них ездить будем до красота волнуешься квина да да я тоже волновался перед инициацией мышцы словно день одеревенели и лук держал в руках отец дал мне простой совет отправляйся на холмы и сказал он принеси добычу пусть свежий ветер разгон дурные мысли а тело вспомнить чему ему учили и когда я вернулся со шкурками лист за поясом я знал что готов к обряду тоже самый совет я сейчас даю тебе лично так туда меня ведет квест степная лиса ты как на меня нападаешь квест ведет меня куда вообще непонятно мараваран фиг знает где этот мараваран так хорошо степные лиса надо убить вот видите какие они неплохие но такие милые создания убить так хорошо я еще не умею магия пользуется там нужно нажимать до shift 2 что там возьми ее шкурку ф хорошо так shift 2 shift b мгновенное применение на меня скитались что он делает а это просто социальные такое путевые заметки здесь место где была сделана последняя запись в дорожном атласе текущая запись хорошо музицирование сыграть находишься текущие перерывки что она делает по моему она восстанавливает что-то так избавление от груза 6 дней никто не подберет ее раньше ха-ха так ладно л если имя персонажа или монстра отмечено оранжевым или красным цветом с ним можно вступить в бой чудесно чтобы начать сражение щелкните по значку боевого умения на панели в нижней части экрана спасибо перенесите значки умений в ячейки быстрого доступа чтобы применять их одним щелчком какие очки умений значки умений а где у меня значки умений размер миникарты о это даже лучше все здоровенная такая хорошо может еще меньше делаем классно я не знала что такое можно сделать это можно как-то передвинуть нет так ладно иди сюда леса ты мне сделала много плохого ты же знаешь да так кстати это что бег ближний бой стрельба из лука и клинки смерти так хорошо я могу стрелять отлично у меня только это ух ты какая у меня штука есть прикольная степная лиса так хорошо еще еще там кто-то где наши жертвы еще так блин мы все с тебя собрали быстро бег удар ногой четырнадцать и отбираться от его общее так а еще насколько тут быстрый бег шифт два и шифт один бег становится достойным по достижению пятого уровня так а ну ка ну ка сейчас мы тебя с помощью вот этой штуки сделаем все где моя жизнь а он зелененький на нам уже установились хорошо так 3 у нас 3 уже есть желтый оранжевый так желтый нам не вредят желтые до наши так поговорить с канхаром что чувствуешь себя охотника то тоже отличные диалоги прописаны в далекие вольные времена часть обрята и инициации было проучение степного льва юная феррит пролисова но исчезали на неделю две месяц они уходили пешком а возвращались в селье каждый из них обретал друга на всю жизнь лучшим быстрым как сам ветер львов был легендарный хуга с каком таяна кальджита этого обряда но уже нет и львов мы разводим а не приручаем но в наших глазах по-прежнему горит тот же огонь что в глазах диких кошек саланы и мы понимаем друг друга с полуслова мне нравится быть кошка поиграй с одним и котят и ты поймешь о чем я говорю ха 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 поиграть с котенком у меня надо очки умений окно умений применение умений чеки быстрого доступа чтобы применять их одним щечком я могу что-то выбрать требую уровень 5 требую недоступно недоступно так надо будет языки ремесла применять их одним щелчком эмоции хе 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 привет и радость ладно это потом ближний бой удар ногой стрельба портал ну и мгновенно ближайшие точки воскрешения возвращение питомца который пока вы отказывает следуете так путевые заметки а это ставит место где была сделана связь в дорожном атласе музыцирование полет мягкое приземление когти еще такие бесполезные умения как по мне гессмерти что у нас еще есть пассивное умение кражи жизни умение манна требования уровень 15 мистицизм потом распределю хорошо начать сражение нажмите клавишу авто атаки или используйте боевое умение я не помню какая клавиша авто атаки так чтобы обыскать труп щелкните по нему правой кнопкой мыши вы сможете забрать все трофеи или выбрать нужные окей тоже все предметы которые получает геруш о клавиша и да так оружие это что у нас алхимические микстура микстура мана здоровье наверное так что тут еще дом новая закладка тип предметов ухты можно добавить такие по типам их все разделить это очень удобно так у нас есть средства два серебряных и двадцать медных я так понимаю не показано что мешало бы быть инвентарь да это все я узнала хорошо чтобы распределить очки умений откройте окно умений с помощью клавиши очки умений на всю игру дается определенное количество поэтому перерисплести их потом не получится так панель быстрого доступа я знаю очки умений хорошо хорошо повсюду враги я поняла загрустивший ливенок не надо грустить ха-ха-ха все поговорить канхар идем такие милахи эти львята а вот других раз таких нету У меня обращаться с лесными львами у тебя в крови. Хотел бы я сделать тебе подарок, но мы с матерью не так богаты. И вам, Сашьяла, это ее сестра сводная, придется самим искать себе скакунов. Блин, не сводная, как она называется, не знаю. Хорошо. Я дам тебе все, что могу, мое отцовское благословение. Спасибо. Так, я принял тебя в свое сердце и в свой дом с той минуты, как увидел на руках Уини. Ты всегда будешь моим дитям, чтобы не говорили злые языки. А теперь беги. Эй, Шун, твой лучший друг уже отправился к утесу рождения воинов. Представляю, как волнуется дядя Байса. Так выделено, как будто мы можем на него кликнуть. Хорошо. Так. У нас теперь новый. Поговорить с дядей Байсой и поговорить с Мара Аваном. О, видите, уже день наступает. Ворон Луция. Можно с тобой... Чего ты здесь висишь, ворон? Можно с тобой поговорить? Как-то. Я буду присматривать за тобой. Это странно. Так, ладно. Ага, у меня все в ту сторону. В одну и ту же. Ну, отлично. Степной лев, пошли. Ты не хочешь быть со мной? Будешь моим львом. Львенком буду чухать тебе гриву. Так, идем. У нас здесь F. Ага. Теперь мы можем бежать до следующего. Чтобы ускориться. Кстати, вот интересно, что в той стороне. Что там юные малкиши ходят. Но, может, в ту сторону? Надо. Нет, не надо. Благословение ветра. Побежали. Ну, я так понимаю, в эту деревеньку, что ли. Поселение ветра. Окей, видите, здесь тоже этот портал есть. Так. Повар Шасмена. У тебя какой-то побочный кюрт, а? Постой, ты не принесешь мне немножко папоротника? Ой, смотрите. Щит Шасмена для посоха. Вручный посох. Принесу! Килограмм! Я готовлю вечерний пир для молодых воинов. Это приказ самого Мария Варана. Поэтому он не рассеется, если ты слегка задержишься. Ну, ладно. Дядя Байса. Иди сюда. Расскажи мне про котиков. А, наконец-то! Эйшун не дождался и ушел к утесу без тебя. Сегодня наша молодежь набьет немало синяковых шишек. Как истинные воины, вы, конечно же, будете притворяться, что вам нисколько не больно. А мы, как положено родителям, сделали вид, что поверили. И украдкой подмешаем в котел с угощением целебный порошок из кайнерима Драгоры. Раз уж я открыл себе этот маленький секрет. Может, мне поможешь добыть корни? Ладно. Пять рублей с тебя, дядя. Мне нужно на игры закупаться. Ну, то есть, для покупки счетов различных. И других всяких вещей, которые мне нужны в игре. Очень-очень нужно. Деньги. Чего мы? Поели, попили. Горшок. Иди сюда. Фу-фу. Фу-фу. Иди сюда. Что-то восстановили. Все. Я не могу не пошариться по чужому номику. Такая я вот нехорошая девочка. Что дальше тут, интересно? Ремесленные. Кстати, а что там? Был такой мешочек какой-то. Ты что ищешь? Ага. Пока что мне ничего не надо от тебя. Ни купить, ни продать у меня вообще нечего. Приходи еще. Да, я приду. Не сомневайтесь, девчонки. Так. Что тут у нас? Никаких квестов интересных. Музыка приятная, правда? Будьте осторожнее. Не такой эпика, как в Элдерскроллс онлайн, но... А, вон Мара. Но мы туда пока не пойдем. Нам нужно... Так, хорошо. Папоросник. Где у нас третий? Нет. Корин Мангдрагоры побежали. Может там папоротник будет? Что это? Обработка древесина. Это станок, видимо. Те, кто пошел и получил первоначальный доступ в эту игру, создает ремесло для каратора. Интересно. Могут себе забыть место для домика. О, вот можно сократить это все безобразие. Отлично. Перемести можно это безобразие? Нет, не вижу. Так, видимо тут какая-то алхимия. Железо, добыча. Пока что ничего такого мы здесь делать не можем. Спасибо добрым людям, которые дали мне ранний доступ. Автоматический бег. Отлично. У меня намлок включен? Нет. А, нет, не намлок. Где у меня намлок? Я думала капсулок. А, вот он. Хорошо. Так, вон папоротники. Дух земли. Это ты меня вообще не радуешь, да? Мандрагора, ты будешь сопротивляться, да, мне? Я так и думала. Так, хорошо. Что у меня есть? Эй, привет, Мандрагора. Да, да. Здороваемся с Мандрагорой. Да, да. Ха-ха. Hello. Hello. Говорят, бедра широковатые. Обычные женские бедра. Что-то прикопались. Так, что тут у нас? Мандрагора. Тебя можно так собрать? Нет, ты будешь сопротивляться, да? А ты вообще как? Бегаешь? Вот, кто мог подумать, что Мандрагора, она, знаете ли, такая зайница. Нет. Нет, беги. Беги, 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 беги. Так, сейчас будем из нее это получать. А, блин. И убежала у нее, значит, этот, как он называется. У нее становилось здоровье. Ну, ладно, мы попробовали. Сейчас еще раз. У нас лук есть. И мы с дальнего расстояния не достанем до такого. Просто боюсь, что мы как-то на какой-нибудь наткнемся. Дух земли. А вот так далеко она не стреляет, да? Все. Отбегала своя мандрагора? Хорошо. Так, теперь нам тут надо отомстить еще одной мандрагоре, которая затовилась в этих кустах. Эх, мандрагора. Пусть на тебя кто-нибудь в туалет сходит. Такая ты нехорошая. Искренне нехорошая. Так, выделяем и поехали. Ага, это, оказывается, еще дальнего боя, вот эта штука у меня. Чудесненько. Мне нравится наша магия. Так, хорошо. Где-то там вот эти вот... Охраняют мандрагоры, видите? А, вот смотрите, третий квест в ту сторону. Это, видимо, мунти. Так, давайте обходить поле по краям. Слишком низкий уровень, чтобы собирать все эти травки. Поэтому мы их ей собирать не будем, да? Что она делает? Мы собрали его, да? Так. Это что? Мандрагора? Я думаю, мы пойдем вон к тому краю. И где-то там еще поищем мандрагоры. Что тут опять духи леса? Просто на каждом шагу. Так, идем сюда. Что тут? Дух леса отвернулся? Хорошо. Идем сюда. Так. Помечаем. Нападаем. Все. Сколько мой там? Все. Осталось папоротник собрать. Ходят, броят вокруг этого папоротника. Как будто это прям ценность какая-то. Так, этот идет к нам, поэтому мы идем в ту сторону. Сколько папоротника. Ох. Птица, ты вообще как? Нет. Ты плохая. То есть ты меня не увидишь и не нападешь. Сейчас насобираем папоротника просто кучу. Прикольно она собирает. Так, идем. Еще мне нужно еще... Сколько? Один папоротник, да? Не очень удобно играть и привыкать к управлению, но... Так, это мы уже все пособирали. Let's go. Обратно в деревню. Я так и не разобралась. О, давайте включим этот. Быстрый бег. Намлок, намлок. Где? Побежали. А ручки пусть отдохнут. По кустам. Нас никто не заметит. То есть она бежит сама, сама, сама. Ай, сейчас упрется в стенку. Не получается пока ее управлять. Пока у нее автобег. Ну, я думаю, я разберусь со временем. Куда ее направлять? Ты же не нападаешь, да? Ты пассивно-агрессивная. Пассивно-агрессивная мандрагора. Знаете, это обычно... В психологии есть такое понятие, как пассивная агрессия. Типа, к человеку обращаешься, он бурчит что-то под нос, потому что он там обижен или еще что-то. Такая пассивно-агрессивная форма. Смотри, пес какой-то. Луция. Ой, там что-то и лежит. Если он при этом голубой искрой, значит, надо сама посмотреть, что с ним можно сделать. Ой, вот это... Ой, можно запустить... Что? Какие метательные кинжалы? Ой, можно туда пометать. Хорошо. Так, только мне лучше вот здесь было взять и... Оно просто как-то вот не идет по одной площади от того, что я взяла. Не, ладно. Хорошо. Я, кстати, видела возле той тетки, которая была какой-то священницей. Я видела возле нее светящийся икскры. Будь осторожней, но всюду враги. Горный лев. Хочу приручить такого. Что? Так, ты. Ты не пожалеешь об этой задержке, когда отведаешь угощение на вечернем перу. Добыто следят тебя духи ветра. А то... Завершить Г. Что? А, она еще продает еду. Клево. Что мне с ней делать? Пока что ничего. Что, я не набрала, что ли? Выполнено, выполнено, выполнено. Очень хорошо. Теперь немного погоди, я дам тебе кое-что для Эйшуна. Возьмите награду, нажмите кнопку завершить. ГФ, ЭГФ. Обезболивающее. Что-то у меня завершение квестов не работает. А, блин, надо же выбрать что-то одно. Я поняла. Кинжал. Обычный предмет. Грубый поск. Меч инициации. Клинок инициации. Двуручный посох. А, это у меня сейчас, смотрите, способ заклинания. Скорость 2 и 3. Прочность. Дребящий урон высокий. Урон 11, 20 и 3. Сила заклинания 12. Персональный предмет. Упник 3. Скорость атаки. Урон 14. Сила 3. Надежный язык. Так. Клинок, он двуручный, да? Одноручный. Одноручный. Одноручный меч. И кинжал. В принципе, они все одинаковые, да? По уронам. А, это 25, 231 в скобках. Опыть будет меч. Все. Для использования предмета из рюкзака щелкните по нему правой кнопкой мыши. Хорошо. Это лекарство в смеси вода и точеного сахарного тростника. Ты скажи Эйшену, что это пилюли храбрости. Может быть, приняв ему и сын наконец преодолеет страх и пройдет испытание, как положено, воину. Окей. Так. Умение. Уровень. Клинки смерти. Уровень 2. Отлично. Так. Теперь мы идем сюда. С тобой говорим. Я разобралась, что это надо выбрать. Что это? Щит. Так. Двуручный посох. Сейчас почитаем. Что у него? Урон 15. Сила заклинания 17. Вносность 3. Сила духа 2. Посох. Одноручный посох есть. Ничего себе. Сила 12. Сила заклинания 11. Здесь сила заклинания 17. Сила этого. Ловкость. Сила духа. Щит. Щит. Минимально дополнить наружу. Щит. Защита уносит. Я знаю, что я щитом вряд ли буду пользоваться. Но, может, потом я разберусь. Все. Так. Что у нас в предметах? Щит. У нас есть щит. Что это за попа какая-то? Лекарство. Хе-хе. Так. Ага. Я не могу посмотреть, что стоит на моем персонаже. Это, видимо, так задумано. Эффект. Прям подпуска. Отряд. Торговля. Общий. Так. И щит я взяла, что ли? Я взяла вроде этот дверучный посох. Рюкзак. Так. Как персонаж можно как-то посмотреть? Вот. Вроде это новый, да? Одиннадцать. Это уровень. Ирон пятнадцать. Двуручный же посох. Как персонаж обычно смотрится, да? Фермы, сады, скоты, питомники. Как посмотреть персонажа? Настройки. А это что такое? Не то. Щелкните по правой кнопке мыши. Хорошо. Ой, лук. У меня лук сразу за плечами появился. Но у меня, в принципе, и был, да? Вот эту палку мы взяли. Это лекарство. Это меч. Ага. Вот мы его взяли в ножны. Сейчас мы возьмем палку. А где палка? Ну, вот палка, да? Все. Палка, получается, одна у нас. Больше ничего мы не можем делать. Это безопасная область. Ну, ладно. Пошли. Потом посмотрим, что это. Монета. Да. Служили основной... Они встречаются довольно редко. Ценятся коллекционерами. Пишина, например. Что мне с ним делать? Это... Зелье восстановления. Здоровье. Мана. Красная. Целебная микстура. Ну, видимо, отсюда их можем употреблять. Ух ты. М на М карта. М на М карта. Видите? Хорошо. А где мы сейчас находимся, судя по этой мини-карте? Мы вот в самом начале находимся. Вот, вот здесь. Будь осторожнее. Повсюду враги. Точки воскрешения. А, мы вон проходили мимо этой тетки. Транспортное узло. Ой, круто, как сделано. Точку срапников можно указать и местонахождение. Хорошо. Мистицизм. Класс мистик. Здоровье. 572. Манна. Очки чести. Количество убийств. Шассмана. Так. Очки. Опыта. Один. Это можно тут, тут, там. Закрыть, открыть и передвигать. А это закрыть и они уже не передвигаются. Хорошо. О, вот здесь вот уже все. Окно персонажа. О, отлично, отлично, отлично. Подробные характеристики. Титул. Невозможно. Очки чести. Тра-ля-ля. Защита, сопротивление. Сила загляния. Сила атаки в ближнем бою. Так. Скорость продвижения. Отлично, отлично, отлично. Персонажи мы разобрались где. Ой, это у нас рюкзак. А что на персонаже одеты, непонятно. Окно умений. Карта. Ремесло. Сообщество. Это доставка какая-то. Ролики. Помощь. Меню. Ну, что одетные персонажи понятно только по внешнему виду, я так понимаю. Это неудобно. Почему так сделали? Я против. Ладно. Побежали. Что у нас говорит указатели на вперед. Подожди, мы с вами поговорили. Да, мы с вами поговорили. Пока что мы не будем соваться в порталы. Я не знаю, что там. Почему? Так, она не очень поворачивает удобно. Лекарь. Кстати, пойдем смотрим, что ты продаешь. Зеленые, видите, 90 стоит, синий и красный тоже 90 стоит. 250. А, она, получается, устанавливает постоянно. Катализатор. Поехали. Удачи в странствиях. Да, спасибо. Так, я думаю, на этом надо закончить серию. Мы как раз прибыли туда, куда нам надо. Первое у нас лекарство для храбрости и к Маре. Ну, вот это Мара, а лекарство для храбрости чуть-чуть в эту сторону. Сейчас туда побежим. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, советуйте друзьям. Всем ночи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok